Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады! И сегодня мы с вами снова возвращаемся в Зару. Я когда была там в предыдущий раз и мерила джинсы, я обещала вам вернуться, потому что мне понравилось очень много вещей. В этот раз те вещи, которые я хотела примерить, я не нашла, но нашла кое-что другое интересное. Ну вот, например, странное такое платье называется... вернее, на спине написано Now We Are Ready. Это значит, теперь мы готовы. К чему готовы? Почему готовы? Зачем готовы? За 60 долларов вы можете приобрести такое платье. Оно такое, знаете, трикотажное, в общем, немножко где-то даже домашнее. Ну, дома, может быть, можно в таких лозунгах сидеть на диване. А теперь мы готовы. Красивый пиджак, такой традиционный расцветки, традиционного фасона. А вот совсем нетрадиционная юбка, как я думала. Но потом это оказались шорты из кожзаменителя с таким ремнем металлическим. Цепь такая золотая. И, видите, повернувши их назад, вернее, наоборот, я поняла, что это шорты. Очень-очень коротенькие. Ну, кожа сейчас вообще в тренде, кожа везде, все из кожи. Ну, из кожзаменителя, конечно. Потом тренд, вот, знаете, светораз с разными воротниками и вот какими-то из тканей, такими вставками сверху, как это называлось когда-то, кокетка. Это кокетка с оборкой с бантом, из хлопка бумажной ткани, похоже на то. Вот, и вот, видите, тоже свитер. Сейчас я сейчас покажу. Свитер с таким большим-большим воротником. Эти воротники как-то перешли из лета. Летом они были в моде на футболках, сейчас они перешли на свитера. Спорный, конечно, тренд. Кому-то идет, кому-то нет. Я, кстати, взяла этот свитер в примерочный, но сейчас по мере вам покажу, и вы мне скажете, идет он мне или нет. Ну, вот я уже в примерочный. Сначала покажу вам свой аутфит по традиции. Я сегодня снова была на работе, сегодня вторник. И я надела на себя платье легкое, потому что у нас довольно тепло. Сверху пиджак и сверху трендж. Вот этот трендж я покупала его несколько дней назад. Покупала его несколько лет назад, простите. И мне он тогда казался очень широким, просторным и объемным. Ну, тогда как-то, знаете, вот оверсайз прямо становится все более и более оверсайзнее. Сейчас он мне совсем не кажется уже таким объемным и просторным. Ну, немножко я поправилась, так что тут все вместе как бы. Пиджак этот из Масима Дути. Я вам показывала его в своих примерках, в своих покупках из Масима Дути. Я, как всегда, с своими винтажными брошками. Если я вам еще с ним не надоела, то я вам их покажу сейчас. Я люблю их носить сейчас. Это мой такой, знаете, мой личный тренд. Украшения из секонд-хенда. Винтажные не очень. По-прежнему в восторге. По-прежнему хожу по секонд-хендам. И с удовольствием как бы внедряю эти винтажные вещи в свой гардероб, современных вещей. Мешаю винтаж с масс-маркетом. Опять же, это мой личный тренд. Вот я сняла их поближе. Это брошки винтажные с кристаллами. Называется это Аврора Бориалис. Ну, кто не в теме, тот не знает. Кто в теме, тот знает. И сережки вот эти вот, которые я подобрала, тоже из секонд-хенда. К этим, по-моему, брошкам очень подходят. Вот это я сняла пиджак. Показать вам свое платье. Платье, кстати, из Zara. Покупала я года три назад. И до сих пор, в принципе, оно как бы в теме цветочки. Рассветка очень красивая, яркая, желтая, зеленая с белым, с голубым. Опять же, пока у нас еще не очень холодно. Можно это носить. Ну, и ботинки вот эти такие. Я вам тоже их показывала как-то в каком-то своем шопинг-влоге. Так, посмотрим, что я взяла с собой. Взяла я с собой такую кофточку с коротким боковым полом, которая очень модна. И юбку типа пачка. Кофта, блузка такая, свитер, вернее, с коротким боковым, розовый. И юбка пачка. Тоже как бы спорная вещь, но я люблю. Я очень люблю юбки пачки. Следующий комплект. Это такое платье, свитер, жилет, без рукава, с горлом таким под гольф. Такое, знаете, под горло. Высокое горло. Я не очень их люблю, но решила попробовать. И вот такие вот широченные в тон брюки молочного цвета. Тоже из трикотажа. Даже это немножко другая, другие фасоны. Я обычно такие вещи не ношу, не примеряю. Но тут решила попробовать. И, ну, естественно, куда же нам без кожзама. В этом сезоне это такая юбка-платье сарафан. То есть юбка с приделанными такими шлейками. И к ней вот я взяла, кстати, померить вот этот свитер с воротником из ткани, который я вам показывала в зале. Посмотрим, хорошо или плохо. И вот это единственная вещь, которая была в прошлый раз, в прошлый мой шопинг-блок, и осталась до сих пор. Это белый пиджак а-ля Шанель. Очень он мне нравится. Очень красиво. Очень хотела его померить. Он не дешевый. Стоит 120 долларов. Ну, в общем, давайте примерять и смотреть. Первый, первый образ, это первый лук, это вот эта вот юбка-пачка. Она такая, знаете, черная, черный тюль с розовой подкладкой, поэтому она где-то перекликается с этим розовым свитерком пола. Если честно, вот эти вот свитера, пушистые, знаете, они довольно-таки полнят. Вообще-то говоря, в жизни он не так сильно полнит меня, как в зеркале. Я даже удивилась. Но, в общем, как-то выгляжу я на пару кило больше, чем я есть, или мне так кажется, но во всяком случае. Сверху надела еще, попробовала вот этот белый пиджак. Ну, такой, знаете, весь образ такой мимимишный а-ля Шанель. Пиджак такой, юбка такая пачка. Прям такая девочка-девочка. Ну, мне кажется, неплохо, кстати. Мне нравится. Пиджак вообще мне нравится этот. 120 долларов я, конечно, за него не отдам, но если он дождется сейла, то я, наверное, его куплю. Ну, кстати, размер медиум. Он довольно такой оверсайз. То есть он так широко, свободно сидит. Но мне кажется, это и хорошо, потому что его, в принципе, нужно надевать на какой-то свитер, наверное. Поэтому, если он будет очень маленький, то это неудобно. Потому что он даже, знаете, такой теплый, он как верхняя одежда, хотя при этом короткий. Кстати, вот тоже вопрос, потому что он как бы вроде бы как пальто, но короткое, понимаете. То есть под пальто вниз его надеть трудно, потому что он толстый, он оверсайз. Так что вот спорная вещь. Но на теплую осень, особенно если пододеть что-то вниз, не юбку, а что-то потеплее, то вполне-вполне можно. Вот примерила этот костюм. Ну, как бы он такой, я не знаю, в общем, где-то домашний, где-то такой очень-очень расслабленный. Я редко ношу такие вещи, но мне захотелось это померить. Я понимаю, что он, конечно, не добавляет красоты фигуре, он не подчеркивает ничего. Но вы знаете, что это так удобно, то есть две трикотажные вещи, трикотажный свитер и трикотажные брюки. Если учесть, что свитер очень длинный, то есть он как бы прикрывает все, что нужно прикрыть в трикотажных брюках. Я вам потом покажу, как это выглядит без свитера. То, в принципе, вы знаете, как такую расслабленную одежду выходного дня, так скажем. Вот, кстати, подняла это самое, свитер, чтобы вы посмотрели. Брюки так облегают, облегают сильно, как ритузы. В общем, конечно, так без длинного свитера, хорошо закрывающего все филейные части, носить их брюки эти не стоит, на мой взгляд. Ну, если только очень-очень стройным дамам, а дамам таким средней стройности, скажем так, да, не стоит. И надела сверху снова вот этот пиджак. Мне тоже кажется, как-то это выглядит неплохо. Во-первых, это все в одном тоне, монохром, что я очень сейчас люблю. А во-вторых, понимаете, вот такой расслабленный костюм и пиджак такой элегантный, типа Шанель, он как-то так разбавляет вот эту вот расслабленность. И, по-моему, немножко ее как бы гасит, потому что выглядит это все, ну, более так собрано как-то так. Хотя немножко такое, знаете, из-под пятницы субботы, из-под пиджака, торчит длинный свитер. Не знаю, спорный образ, но что-то в этом есть. Мне кажется, что можно попробовать. Вот я сняла брюки, не побоюсь этого слова, и, в принципе, вот этот свитер, его можно носить как платье. Он довольно длинный, единственное, что у него по бокам такие большие разрезы, которые, в принципе, можно зашить. Это не проблема, но выглядит это, в общем-то, как такое широкое свободное платье. И свитер, и брюки обе были размера medium. Вот я сняла пиджак, и вам хочу сказать, что свитер имеет такой короткий рукав, то есть вниз надо что-то поддевать. Не только короткий рукав, но и большой вырез в пройме. Единственное, вот видите, такой просторный вырез. Единственное, что мне не нравится, это вот это высокое горло. Я не очень люблю такие фасоны. Прямо, во-первых, он съедает мне шею просто абсолютно. Во-вторых, он меня вот просто душит. Я долго не могу находиться в таком свитере с очень высоким прилегающим горлом. Померила еще со своим тренчем, чтобы просто вот, ну вот платье, получается просто такое платье трикотажное с тренчем, вполне можно так ходить. Тогда уже не видно ни разрезов, ни коротких рукавов, вполне себе ничего. Состав, там видите, 46% вискоза, потом все остальное, плестер, найлон и так далее. Я как-то ожидала лучшего на ощупь, он довольно приятный. Следующий комплект, который мне очень не понравился, потому что, ну, какой-то, знаете, Питер Пен в школьном фартуке. Ну, в общем, как-то так, не знаю. Не то этот фасон с воротниками мне не подходит, не то что. Кроме всего прочего, что вот эта кожаная юбка сарафан, она мне узковата. Это размер медиум, но на животе и на груди, она прям эти кнопки прям расстегивались. Только чуть-чуть я двигала, двигала своим телом, и они выстреливали. То есть мне нужен был размер large. Мне кажется, что это не очень хорошо выглядит вместе, потому что, ну, прям такое, знаете, девочка-гимназистка получается. Потому что этот сарафан, он как-то так напоминает школьный фартук. А вот этот воротник, это тоже какой-то школьной формы и манжеты. Это, знаете, вот у меня такие сложились ассоциации, и как бы в даме моего возраста рядиться под школьницу немножко, ну, не камильфо, так скажем, да? Хотя, не знаю, ну, в общем, как-то не очень мне понравилось это все вместе. Я решила попробовать этот свитер надеть просто так с юбкой. Юбка не очень подходит к нему, но просто чтобы посмотреть, как он выглядит без этого сарафана. Кстати, свитер размер small. Он довольно такой немаленький, ну, нормальный, в общем, небольшой, немаленький, среднего размера. Что вам хочу сказать? Нет, что-то как-то нет. Не знаю, что-то мне эти воротники, или нужен воротник поменьше немножко, или мне просто это не подходит. Может быть, нужно другой тип внешности, менее, более, не знаю какой, но, в общем, может быть, не мой. Погуляла еще немножко по залу, посмотрела, что там еще есть. Есть интересные вот эти вот ботинки, они стоят 99 долларов, значит, они не кожаные, но интересные. Милейшая-милейшая сумочка розового цвета, тоже такой вариаций пельменя от Ботеги. Небольшого размера, но вполне нормально. В принципе, да, влезет телефон, кошелек, помада, там, как бы, очки, что там еще нужно, да? И вот, интересно, знаете, я в 90-х годах, у меня был точно такой кардиган, вязанный кардиган с меховым воротником. Ну, просто один в один, то есть, вот, мода возвращается, и снова воротники, и снова свитер с воротниками, и, не знаю, здесь воротник поменьше, может быть, надо было взять примерочный его, он бы мне лучше подошел. Заканчиваю свое видео, в следующем видео я покажу примерки пальто, я еще там побродила по залу, по заре, и померила пальто, разные всякие, не теплые, не зимние, а такие демисезонные. В общем, никуда не переключайте, далеко не уходите, в следующем видео будет примерка пальто. На этом все, сегодня люблю, целую, всем привет, пока-пока, бай! Субтитры сделал DimaTorzok